Белорусы, люди легкие на подъем. Регистрацию на вертикальный забег на 32 этаж самого высокого здания Минска пришлось закрывать досрочно из-за повышенного ажиотажа. Как и в любом обществе, в нашем тоже есть экстремалы. Им мало бежать по лестнице на перегонки. Для интереса повесили себе на руки автомобильные покрышки. Александр Якубовский следил за рождественскими стартами и еще раз убедился, легкая атлетика – самый доступный спорт в любую погоду. Это самое высокое здание в Беларуси. 35 этажей, но вертикальный забег финиширует на 32-м. За это время участники преодолеют 783 ступеньки. А вот как даются последние метры дистанции. И Вадим Девятовский пробует себя в роли журналиста. Дом будет легче. Добрый день, как вас зовут? Анатолий. На каком этаже вам так стало тяжело? Налились ноги? На 31 с половиной. 31 этаж такой уже был самый переломный. Уже хотел перейти на колени. Ползком уже хотели, да? Коленный бег. На 20 этажах, где-то 24, когда ножки уже становятся, и ты хочешь перейти на шаг, то есть уже все, остановиться, но ты себя заставляешь, говоришь, надо, надо, Валера, надо. Анатолий – индивидуальный предприниматель, непрофессиональный спортсмен. Весь свой забег он снял на камеру и поделился видео с нами. Ну, сам дома поржу. Детей повеселю, жену повеселю, друзей. 105 метров вертикального подъема. За какое время можно преодолеть такую дистанцию? Наш герой – оптимист. Он планировал уважиться. Хотел в минуту, конечно, но как получилось, может, минута 10, минута 20. Старался, бежал. Анатолий и на финише сохранил чувство юмора. А если серьезно, то победитель затратил на 32 этажа немного больше времени. 2, 27, 04. Александр Клюйко! Я готовился к этому старту задолго, и поэтому результат ожидался. Служу в МЧС. У нас регулярно проводятся соревнования по высотному подъему, боевой одежде и муниции пожарного, вес которой достигает 20 килограмм. Поэтому мне было несложно бежать. Вообще по лестнице забег очень специфичный, он немного отличается от бега. Но здесь необходимо, конечно, выносливость, сила, скорость тоже немаловажно. Вообще нужно быть, скажем, гармонично развитым, чтобы участвовать в таких забегах. А для любителей еще более экстремального бега Федерация легкой атлетики тоже подготовила сюрприз. Подняться по лестнице с автомобильными покрышками в обеих руках. Вес одной шины – 6 килограммов. Самый быстрый – Александр Василевич. 3 минуты и 31 секунда. В целом белорусы любят экстрим, отмечает Вадим Девятовский. Сегодня белорус, который пришел, к примеру, на экстремальное такое действие, как забег отважных, просит, чтобы он был еще более экстремальный, чтобы больше было грязи, чтобы была колючая проволока, к примеру. А днем ранее в торговом центре столицы соревновались прыгуны в высоту. Но здесь участвовали только профессионалы – 7 мужчин и 7 женщин. И почти каждый напрыгал на денежный подарок. За пределом призового фонда остались только атлеты, занявшие последние места. Стоит отметить, это видно и в таблице. Мужчины в этом виде в Беларуси ценятся больше. Пускай женщины немножко подтягиваются к мужчинам, именно по уровню результата. Потому что, в принципе, сегодня мужская высота у нас находится на мировом уровне. У нас спортсмены прыгают 2,30 метров и не один. А 2,30 – это, в принципе, те результаты, которые могут попадать в финал Олимпийских игр. Поэтому пока так. Подобные старты должны стать традиционными, рождественскими. Вертикальный забег уже сейчас можно назвать международным. Бежали любители из России и Польши. А в следующем году федерация планирует пригласить именитых атлетов и в прыжках в высоту.